Если вы давно смотрите мои видео, то вы, наверное, знаете уже все лайфхаки поиска работы, и, скорее всего, вы их уже применили и нашли работу. По моим видео можно написать книгу, и я, наверное, ее когда-нибудь напишу. И кажется, что эта тема уже иссякла. Но нет, меня не перестают удивлять мои гости, которые приносят все новые идеи не просто как найти работу, а к методичному и стратегическому подходу к достижению своей цели, чтобы сделать этот процесс более успешным и эффективным. И сегодня мы возьмем все самое лучшее из стратегии запуска крутого продукта от крутого продакт-менеджера и применим все это к поиску работы. Не переключайтесь, с вами Анна Наумова, я эксперт по поиску работы в США, и вы на моем канале Продкаст. Если вам нужно сделать крутое американское резюме, прокачать профиль в LinkedIn или построить стратегию поиска работы в американских компаниях, заходите на мой веб-сайт ananaumova.com и записывайтесь ко мне на консультации. Также вы можете составить свое резюме самостоятельно. Для этого я рекомендую свой гайд «Идеальное американское резюме». Это самый подробный гайд по резюме международного масштаба, международного формата и масштаба, да, на русском языке. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал с эксклюзивными короткими хаками про поиск работы. Итак, у меня в гостях Дарья Щурик, продукт-менеджер и продукт-оунер компании «Револют», а также карьерный консультант для продукт-менеджера. И Дарья раньше работала в компании «Озон». Дарья, привет! Спасибо большое, что присоединилась ко мне сегодня. Рада видеть на таком предновогоднем или даже новогоднем эфире. Да, бывает. Привет, Аня. Большое спасибо за приглашение. Да, бывает, особенно когда нечасто записываешься так в зуме в этом формате. У нас суперновогодние выпуски, очень эксайты. Я только что сделала новогодний маникюр, но он не будет главным гвоздем, конечно, этого подкаста. Я очень рада, что меня позвала, и особенно надеюсь, что у нас сегодня с тобой получится такой праздничный выпуск, но еще и полезный. Супер, супер, конечно. Ну, расскажи тогда о себе, чем занимаешься. Я сейчас работаю продукт-оунером в «Революте». Отвечаю за создание и развитие лайфстайл-продуктов, а именно шоппинга внутри «Револют». «Револют» стремится к тому, чтобы стать не просто банковским приложением номер один, но и экосистемой. А для экосистемы такой следующий логичный шаг развития – это покрытие потребностей пользователя и вне финансовых целей. Поэтому мы делаем лайфстайл-продукты, которые позволяют пользователю купить, например, авиабилет, забронировать экскурсию, забронировать отель, куда-нибудь поехать, отдохнуть, ну и плюс закрыть свои потребности с шоппингом, то есть купить какие-нибудь товары с кэшбэком, со скидкой, с помощью специальных акций, которые предоставляет «Револют», и таким образом мы помогаем людям быть более financially educated и, собственно, делать более financially educated decisions. Собственно, то, чем я занимаюсь в «Революте», до этого я работала в «Азоне», а еще до этого в «Газпромнефти», и вся моя карьера была такая больше продуктовая, поэтому, наверное, продукт-менеджмент – это моя единственная крупная профессия. Супер. Ну, я с тобой согласна. Я 10 лет работаю продукт-менеджером и больше ничего не умею. Я всегда, когда знакомлюсь с людьми, говорю, «Ребята, я больше ничего не умею делать. Я 10 лет занимаюсь продукт-менеджментом, и все. Я тоже такой типичный продукт-менеджер от корней». Ну, а расскажи, расскажи про свою, вообще про свой карьерный путь продукта. Вот ты сказала, что ты работала в трех компаниях. Как ты пришла к этому? На самом деле, мне кажется, у меня довольно необычный путь, потому что я как будто бы изначально не подозревала даже про профессию продукта, хотя, наверное, многие так же, как и я, не подозревали, потому что профессия вполне себе молодая. Я училась в бизнес-школе, в СПБГУ, в высшей школе менеджмента в Петербурге и на двойном дипломе в Сан-Галине. Это швейцарская бизнес-школа. И то, и другое было абсолютно бесплатно, благодаря нашему российскому образованию. И это были вузы такие, чисто таргет вузы для консалтинга. Все шли в консалтинг. Казалось бы, ничего другого рынок предложить не может. Это Большая Тройка, McKinsey, BCG, Bain. И, собственно, все мои сверстники шли туда. Поэтому я думала, что, ну, окей, как бы дорожка проторенная, видимо, мне тоже больше ничего не светит. Буду заниматься консалтингом, престижная работа, много путешествий, вокруг умные богатые люди. В общем, все классно. Так я получила свой первый оффер еще в Германию на стажировку в консалтинг. Но так вышло, что я вернулась в Россию защищать диплом и попала на просто экскурсию в офис, новый офис цифровой «Газпромнефти». Он был такой, как в Гугле, очень красивый. Там было все супермодное. Там была большая комната для презентации, где можно было управлять презентацией жестами. То есть ты выводишь ее на экран, и ты стоишь как спикер и просто там машешь руками, все меняется. Это какой год был? Это был девятнадцатый год. Абсолютно космический был офис. У них тогда новый открылся в Новой Голландии. Там были даже капсулы для сна, очень красивые. В общем, все было невероятно. И я прихожу туда, значит, на экскурсию. Ее тоже организовывали для студентов, уже выпускников. И ко мне подходят ребята, которые ее проводят, коллеги из «Газпромнефти», и говорят, «Даша, мы тебя знаем, мы были на твоей защите диплома, у тебя очень крутой диплом, приходи к нам работать». И таким образом я получила, по сути, второй оффер в «Газпроме», первый был, напомню, в консалтинге в Германии. Я отказалась от Германии. Подумала, что я больше хочу работать в диджитал-трансформации, потому что там уже как раз были диджитал-продукты. И поняла, что консалтинг точно работает не для меня. Я попробовала там работать part-time несколько месяцев, и абсолютно точно для себя решила, что консалтинг – это не тот путь, куда я хочу идти. И таким образом я пошла в «Продакт-менеджмент». Начала работать в «Газпромнефти», проработала там два года. Мы запускали продукт с нуля. Это был Airbnb для складов, то есть такая платформа Marketplace, где большой бизнес может найти и арендовать склад по России. А после этого мой начальник перешел быть CPO в «Азонглобал», позвонил мне и говорит, «Даш, что ты сидишь в Питере? Было очень круто с тобой работать, была классная команда. Приезжай в Москву, давай строить продукт в «Азоне». И так я, собственно, переехала в Москву, и там отвечала за Buyer Experience, за опыт пользователя-покупателя при покупках из-за рубежа. Мы делали очень много больших проектов. Первыми, мне кажется, среди российских маркетплейсов мы запустили бесшовный сбор паспортных данных при покупках из-за рубежа и их валидации по требованию, собственно, законодательства. Было супервесело и интересно. Вообще обожала работать в «Азоне». Невероятная была корпоративная культура. И, собственно, после этого я через два года тоже получила приглашение в «Револют» и релацировалась в Дубай. Вот, давай об этом поговорим. Мне кажется, про «Револют» мы знаем очень много. Это такая одна из, наверное, самых интересных и престижных компаний, про которые я слышу. Ребята действительно хотят работать в таких компаниях, как «Револют». Вот расскажи, пожалуйста, как ты получила оффер в «Револют» и релацировалась, получается, в Дубай. Да, на самом деле история интересная, потому что я, если честно, не очень помню, как мы начали общаться. Я точно не откликалась на вакансию. И когда я искала первое сообщение, первую коммуникацию с рекрутером, она уже у меня в почте сохранилась там после скрининг-звонка. Поэтому я, если честно, вообще смутно понимаю, как я начала проходить отбор. Возможно, меня кто-то порекомендовал. Может быть, они меня нашли в «Ленке дыне». Я вообще не помню, мне было тогда не до того. Как-то вот мы с ними, короче, начали общаться. Это когда было, расскажи, какой год? Это было год назад, даже больше года назад. Это было прошлым летом, полтора года назад. Тебе написал, получается, их рекрутер, да? Каким-то образом, да? Кто-то мне написал, и мы созвонились. И вот первая коммуникация, сохранившаяся, которая у меня есть, у меня есть письмо в почте. Я специально прям проматывала назад, пыталась найти, как мы вообще начали общаться. И эта первая коммуникация, она уже после скринингового звонка. То есть каким-то образом мы договорились над скрининговым звонком. Я абсолютно, вот честно говорю, не помню, хоть убей, как это происходило. И вот-вот как-то, короче говоря, мы начали общаться. Возможно, я откликнусь на вакансию. У меня такое бывает, когда я там раньше употребляла какой-то, мне кто-то позвонит, и я такая, о, да. Потом эти смски бывшему, знаешь, такие. С утра, с утра такая открываешь, ой, блин, думаешь, что что я там писала. Ну, это точно не мой случай, потому что я не пью, но похожая история, реально, потому что я просто память как отшибла. Но, возможно, я откликнусь на вакансию, не помню, не знаю. Ну ладно, хорошо. В общем, мы начали общаться. Мы начали общаться. Был в революте довольно сложный, комплексный и длинный отбор. Он минимум 7 этапов по моему опыту. 7 этапов. Это прям такой типичный американский подход. Чем больше, тем лучше. Да, тем лучше. И в революте есть интересная особенность. Позиция продакт-оунера разделена на две группы. Есть UX-продакт-оунер, который занимается пользовательским опытом, интерфейсом в большей степени. И есть technical-продакт-оунер, который занимается больше кодой, бэком. Я не думаю, что кому-то требуется вообще писать код, но, тем не менее, technical, он больше всё-таки такими техническими сложными продуктами взаимодействует. А ты какой? Я UX. UX, да? Да. Так что мой опыт, ты сказала, что он будет про UX, потому что он будет про UX, возможно, в technical история другая. Но ты не знаешь, пишет ли technical код или не пишет? Я точно не знаю, потому что я не знаю требований к этим позициям, но я предполагаю, что никому не нужно писать код из продукт-оунеров, и, конечно же, это же не их работа, это делают разработчики. Я думаю, что нет, но всё равно, конечно же, больше технических знаний, возможно, бэкграунд в прошлом какой-то подобный, точно будет плюсом. Ну хорошо, давай, расскажи мне про UX, продукт-оунера. Да, в общем, для UX, во-первых, у нас, конечно же, скриннинг с HR, я думаю, он для всех, рекрутер со мной созванивается на 30 минут, я отвечаю на стандартные вопросы, там про мой опыт, вообще про меня как личность. Здесь понятно, что важно просто звучать дружелюбно, важно показывать позитивную, проактивную позицию, энтузиазм, желание там работать. Конечно же, очень важен складный рассказ, логичный рассказ про то, чем я горжусь в профессиональном плане, почему мне интересен революция, почему для меня это логичный следующий шаг. Здесь... Вопрос, кстати, почему интересен революция? Расскажи, пожалуйста, про... что это у нас за эти... Это новая фича в макбуке, ну и вообще... А, интересно, есть ли у нас... будет ли у нас на записи она? Я думаю, да, но тут еще можно показать сердечко. Да? Ничего себе, а почему у меня нет? У меня тоже макбук. Не знаю, может быть, ты не обновилась. Надо обновиться до последней процедуры. А у меня какой-то старый макбук, наверное. Наверное. Не знаю. А и кони тоже работают. Ладно, слушайте, классно, да? Нет, нет, не работает. Слушайте, да, мне надо, наверное, обновиться, потому что почему-то у меня этого нет, а у тебя вся в сердечках мальчика. Ладно, я тебя перебила вопрос про, почему вы хотите работать в революцию. Мне кажется, давай, может быть, немножко на него сфокусируемся. Этот вопрос часто ставит ступор людей, которые апплаятся на вакансии, они не знают, как на него отвечать. Вот расскажи, пожалуйста, вкратце, что хотят услышать из тебя, да? Я думаю, что хотят услышать то, что прошлый опыт кандидата и его профессиональное развитие, оно логично подошло сейчас к шагу перехода в революцию, и кандидат сможет принести ценность компании с тем скиллсетом, который у него есть в прошлом. Потому что мы, в конце концов, приходим зарабатывать деньги компании и делать бизнес. Часто, когда я ещё нанимала в Озон, я слышала, что приходят люди, и на вопрос, почему ты хочешь здесь работать, они отвечают, ну, у вас такой классный продукт, у вас такие умные люди, у вас такая крутая команда, я хочу с вами работать, чтобы у вас научиться быть крутым продуктом. Очень много людей. Нафига это нужно, да? Нафига компании обучать людей, да? Конечно, всегда моя реакция, ну, пойди на курс, купи, значит, курс, иди учись на курсе. Почему ты пришёл сюда учиться, и я ещё и должна тебе деньги платить? Деньги платить, да, согласна, согласна, да. Вот, поэтому здесь важно показать вот эту стройную логическую связку, прошлый опыт. Сейчас я прихожу сюда, чтобы вот эти навыки применить для того, чтобы вам принести ценность. Не всегда прошлый опыт, он идеально подходит компании. Например, у меня вообще не было опыта в финтехе. То есть, казалось бы, кто-то может сказать, ну, вот что же мне рассказывать, если я там в финтехе не работал, в банке не работал, кажется, что вот я не очень подхожу. Но я, например, если говорить про мой конкретный кейс, так как я работала в e-com постоянно до этого, то я всегда рассказывала такую логическую связку, что интегральная часть в целом онлайн-коммерции – это беспребойные платежи. И, например, в Озоне, так как это гигантский маркетплейс, особенно в «Черную пятницу» и в сезоны, там, перед Новым годом, в сутки могут быть миллионы платежей проходить. У нас в Озоне активно развиваются финтех-продукты, и я в рамках своей работы в Озоне, конечно же, и по чуть-чуть начинала разбираться в них, делала проекты, связанные с платежами с финтехом в рамках своего там кусочка. Вот, и поэтому для меня банкинг выглядит логичным следующим шагом, потому что в e-com я уже разбираюсь, всё понимаю, а финтех – это такая следующий шаг, надстройка, которая комплементарно я смогу и свой опыт приложить сюда, и дальше, если я куда-то буду двигаться, у меня уже будет такой разнообразный, разносторонний. Плюс, конечно же, в революте я, так как я не подавалась на конкретную позицию, вот здесь ещё интересный момент, я проходила в целом отбор в компанию, а не в команду и не в продукт. То есть я не знала во время отбора, какой у меня будет продукт. Поэтому здесь я рассказывала в целом, говорила про e-com, говорила о том, что революция как экосистема будет покрывать не только финансовые потребности пользователя, но и его, например, шоппинг-потребности, то, о чём я говорила. И здесь мой опыт, опять же, comes in handy, и его можно применить, и бла-бла-бла. В общем, логическая связка, которая показывает, почему ты как asset, как актив полезен компании. И это, кстати, подход, набор, сначала набор, а потом определение компании. Это очень классические наборы, особенно в фанг-компаниях. Вот Meta также отбирает, Google также отбирает. Они сначала тебя отбирают, а уже на последнем этапе ты идёшь по командам и выбираешь себе какую-то команду. Поэтому здесь тоже немножко сложнее себя продать, потому что ты не под конкретный продукт продаёшься, а ты продаёшься в целом как бы компанию. А куда тебя уже пристроят, или что ты именно выберешь? Уже такой финальный этап. Хорошо, хорошо. Значит, первый был скрининг. Давай, какой следующий этап? Следующий этап – это тестовое задание, в моём случае. У меня было довольно необычное тестовое, на самом деле. Скажи. Я на тот момент активно решала тестовые в другие компании, а здесь впервые такое было, что в качестве тестового мне нужно было не решать продуктовые задачи, а сделать самопрезентацию. Самопрезентацию? Да, да. Задание звучало так. Сделайте презентацию, запишите видео, где вы презентуете эту презентацию, где вы её показываете, иллюстрируете свой рассказ и расскажите про свой опыт, про решение какой-то крупной продуктовой задачи, про запуск нового продукта, на вот этом видео с помощью иллюстрации, презентации, которую вы сделаете. Это супернеобычное тестовое, я такого нигде больше не видела. Интересно, для них это, ну, как бы, обычно ли это для них практика, или они меняют эти тестовые под разных людей. Но я думаю, что, скорее всего, обычное, потому что дальше будет этап стресс-интервью чисто такого продуктового по скиллам, поэтому мне кажется, что тут это логично вот с такой самой презентацией. Ну, мне кажется, должны, должно быть единое задание для всех кандидатов, иначе как ты будешь кандидатов сравнивать, да, если ты одному дашь самопрезентацию, второму дашь что-то другое, другое тестовое, да, и потом, ну, то есть должен быть какой-то единый такой, такой фундамент, да, для всех, чтобы потом сравнивать, да, ты хорошо сделал презентацию, ты плохо сделал презентацию. Расскажи, как ты подходила к решению этого теста, вот подробнее расскажи, да. Здесь важно, на каждом этапе важно понимать, что проверяет рекрутер или там нанимающий мастер, что вообще проверяет компания, и потом подтюнивать свой delivery, свое, к тому, что ожидает от тебя увидеть или услышать рекрутер. Что проверяет на самом, да, на самом презентации, что проверяет. Здесь проверяют несколько вещей. Во-первых, это понимание продуктового цикла и умение презентовать свой вот этот кейс продуктовый от проблемы к решению. Очень часто люди всегда начинают с решения, прям это, это серьёзно, очень часто происходит. Минти, которые ко мне приходят, мы начинаем решать кейс, и там типичный вопрос, типа, как бы ты улучшил этот продукт, и он такой сразу, я бы сделал вот это, вот это, прикрутил бы там то, и вообще абсолютно, ну, ноль внимания проблеме, как таковой её изучению. Вот здесь очень важно... Столько курсов, столько книг об этом написано, столько я постоянно об этом говорю, подход, вот любое интервью в Google, Meta, в банк, в любую компанию начинается с фреймворка, который называется Circle, да, и первое, comprehend the situation, identify users, their problems, pain points, да, и решение, это уже так и в самом конце ты только это будешь делать, поэтому для тех, кто, ребят, кто ещё не знает про Circle, первое, обязательно загуглите, так и называется Circle, да, кружочек, фреймворк, вообще must have, да, вот каждый продукт обязан знать и в целом вообще работать про этому фреймворку. И второе, книжки типа Cracking the PM Interview прекрасно рассказывают о том, как вообще решать проблемы от проблемы, да, сначала проблему, а потом уже всё остальное. Да, продолжай. Поддерживаю классная книжка, действительно считаю, что её стоит почитать. В общем, да, проверяют, во-первых, понимание продуктового цикла, то, что мы сейчас с тобой обсудили. Во-вторых, очевидно, проверяют навыки публичных выступлений. Зачем? Чтобы убедиться в том, что ты сможешь харизматично проводить демо стейкхолдером, потому что это всегда важно. Ты продаёшь свой продукт, свою работу, работу своей команды. Что ты сможешь аргументировать, выстраивать стройную линию повествования, потому что тебе вообще приятно послушать, потому что, в конце концов, продакт, как мне кажется, часто торгует лицом, так сказать. То есть он лицо своего продукта. И как внутри компании, так и иногда за пределами компании, если он там ездит на конференции, рассказывает, что было сделано, зачем это было сделано, бла-бла-бла. В общем, важно продакту уметь коммуницировать, быть харизматичным, думать о своём ораторском искусстве. Вот. И это тоже проверяют. Слушай, сейчас половина продактов, наверное, заплакали, которые в чатках сидят. Такие, да? Такие это. А зачем мне? Вот у меня слэк, есть телеграм-чатик или ещё что-то такое. Зачем мне себя презентовать? Ребята, вот прям 100% согласно с Дашей. Я не знаю, там, как что на других рынках. Американский рынок — это 100% про коммуникацию. 80%, 90% вашего времени в США, если вы целитесь в какие-то американские компании, вы будете разговаривать. Вы будете общаться с стейхолдерами, вы будете презентовать, вы будете вот такой вот этот Стив Джобс стоять и рассказывать про свой продукт. Обязательно. presentation skills, communication skills, ораторское искусство. Если у вас ещё в этом проблема, обязательно записывайтесь на какие-то курсы, выступайте, потому что без этого продукту никуда. Кстати, у меня был Минти, который продукт, и он действительно после нашей работы пошёл на курс ораторского мастерства. Это ему колоссально помогло. И мне кажется, что это такой, может быть, не очень очевидный путь, но если есть возможность, время и деньги, я бы абсолютно точно рекомендовала. Я себя прям заставляю выступать, потому что я достаточно хорошо онлайн презентую, но когда оффлайн, из-за того, что у меня не так много практики выступлению оффлайн, я себя прям заставляю идти и выступать на конференциях. И вот я недавно выступала на продуктовой конференции здесь в США, рассказывала со сцены, пичала свою тему на английском языке. И это прям вот действительно очень такая нервотрёпка, короче. Я очень волнуюсь, особенно оффлайн, выступать перед людьми. Я понимаю, что обязательно. Эта практика прям must have. Поэтому если есть возможность где-то выступать... Есть, кстати, такая программа, называется Toastmasters. Toastmasters. Она точно есть на международных рынках. Мне кажется, за пределами США она тоже существует. США она вот прям очень популярная. Когда вы приходите и просто пичите всё, что угодно, и вам дают фидбэк на это. Очень круто. Очень круто. Вы соберёте весь фидбэк питчинга на английском языке, и это вам очень сильно поможет в вашей карьере и в прохождении собеседований. Особенно, да, особенно на английском языке. Супер, Даш. Круто. Вернёмся. Сказала два пункта. Значит, первый – понимание продуктового цикла. Второй – навыки публичных выступлений, что проверяют на этом тестовом. Третий – проверяют умение собирать слайдеки, классные слайдеки. Вернёмся к истории со Стив Джобсом. С минимумом текста, с чёткой структурой, с классным дизайном. Револют – это дизайн-центричная компания. И с качественно донесёнными смыслами. Потому что одно дело, там, окей, ugly слайд, но на нём может быть действительно настолько вот он-поинт донесённый смысл. А бывает слайд офигенный, и ты его читаешь пять раз и думаешь, что вообще написано, о чём это? Особенно в революте это суперважно, потому что я, если честно, не видела больше в своём опыте нигде настолько эффективной компании. Вот как люди используют время в революте, прям на единицу времени, мне кажется, КПД зашкаливает. Настолько эффективная коммуникация, эффективные встречи. Встречи ставятся на 15 минут иногда, что я никогда раньше не видела. И вот оно прям вот суперважно, как ты рассказываешь. Я знаю, что в Амазоне есть вот эта история, где все собираются и читают документ. Тут, конечно, такого нет, но всё равно донесённые смыслы в тексте очень важны. Поэтому это тоже проверяется. И вот я, кстати, хочу здесь напомнить. У меня было интервью с Анной, она сейчас работает в Фудпанда. Фудпанда, она до этого работала в Ипле, до этого работала в Рамблере коммерческим директором. И, в общем, она рекомендовала, если делаете презентацию, не поленитесь, не пожадничайте, а дайте вашу презентацию на верстку дизайнеру. Вы заплатите за неё, я не знаю, 100 долларов, но вам дизайнер сделает офигительную презентацию, которая добавит вам, я не знаю, 100% вашу карму, когда вы будете идти презентовать её уже на реальных собеседованиях. Поэтому если вы плохо владеете инструментами дизайна, да, сейчас есть инструменты типа канвы, но вдруг, да, вдруг бывает у людей плохо с дизайном, отдайте дизайнеру, заплатите деньги и получите очень крутую презентацию. Здесь хочу два поинта сказать. Во-первых, в копилку инструментов я бы посоветовала Pitch, может быть, ты про него слышала, это такой продукт, который собирает слайды в полуавтоматическом режиме, но делает это офигенно, суперкрасивые слайды, вот прям конфетка, очень классная находка для тех, у кого плохо как раз там с дизайном и с ним собирать слайды. А во-вторых, хочу сказать, что для продукта умение дизайнить, как по мне, это crucial skill, и это даже более важный скил иногда, чем, возможно, там, близость к разработке, там, умение читать код и прочее. Потому что продукт всегда продает продукт в том числе свой, который он делает. Важно, чтобы продукт был appealing to customers. И, опять же, в революте, в дизайн-центричной компании, и сейчас небольшой спойлер, у продуктов есть собеседование с дизайнером. И очень важно показать, как ты чувствуешь дизайн, как ты с ним работаешь. Поэтому в моем личном продуктовом карьерном пути инвестированное время в изучение фигмы, мне кажется, абсолютно бесценные скиллы, которые я сейчас применяю везде. И часто даже дизайнеры, когда я им приношу там какой-то прототип, они говорят, господи, ты сама это нарисовала, это вообще, ну, очень крутой уровень. И мне кажется, для продукта это underrated навык. Надо уметь дизайнить, надо уметь делать офигенные и слайды, и интерфейсы, и все прочее. Супер, согласна. Пичить, идти от проблемы, да, и, соответственно, делать дизайн. Да, вот три каких-то таких ключевых навыка как раз на твоей тестовой презентации. Когда ты сделала презентацию, расскажи, пожалуйста, ты записывала видео и потом отправила видео, или как это выглядело? Да, 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 нужно было записать видео. Короткое, да, сколько минут? Короткое, ну, не 20, но и не 2. Ну, типа, по-моему, около 5, что такое было, около 5 минут. Интересно еще то, что тебя готовит рекрутер к каждому этапу. Здесь перед каждым этапом ты созваниваешься с рекрутером типа там на 10-15 минут, и он тебе рассказывает, что будет на следующем этапе, кто с тобой будет общаться, к чему нужно подготовиться, и чувствуешь поддержку. То есть рекрутер действительно заинтересован, действительно вот ты чувствуешь, что есть кто-то еще, кто вот тебя ведет и держит себя за руку. Слушай, ну раз у нас такая тема именно продуктовый подход к поиску работы и подготовке к собеседованию, то расскажи, пожалуйста, где здесь продуктовый подход? Вот мы покрыли пока 2 этапа. Первое – это скрининг, и второе – это тестовая презентация. Вот расскажи, пожалуйста, что за продуктовый подход здесь? Что такое вообще продуктовый подход? Начну с этого. Разница между успешным и неуспешным кандидатом, на мой взгляд, это то, что типичный кандидат, он находится в состоянии, в позиции объекта во время рекрутинга. Что это значит? Это значит, что он приходит, и он такой, окей, собеседование, я вам расскажу свою биографию, я работал вот тут-вот тут, делал вот это. И дальше он такой, ну а теперь вы принимаете решение, или вы задаваете мне вопросы. Если вам что-то интересно, я готов рассказать. Думайте сами, как там меня встроить вашу компанию, какую мне задачу дать, вот это вот все. Он в таком сеттинге является объектом, над которым совершается действие нанимающим менеджером или рекрутером. Противопоставим этому кейс успешного кандидата, который в рекрутинговом процессе является субъектом. То есть он решает, каким образом он встраивается в компанию, где он сможет помочь лучше всего, как применить свой скиллсет, и как рассказать об этом так, чтобы это закрыло боль или ожидание, или какую-то задачу рекрутера или нанимающего менеджера. В этом, собственно, есть продуктовый подход. То есть когда мы думаем о продукте, как ты уже сказала правильно, мы начинаем думать от проблемы, отталкиваться от изучения пользовательских болей, задач, требований, ожиданий к продукту. То же самое мы делаем и в рекрутинге. То есть мы начинаем с того, что мы изучаем, а зачем сейчас ищут человека на эту роль. Какие есть боли, которые я могу закрыть, какие стоят задачи перед пользователем моим. И, соответственно, в процессе рекрутинга на каждом этапе задаем себе вопрос, что сейчас будут проверять, какие навыки, что они хотят увидеть, что я им демонстрирую, что я должен продемонстрировать, чтобы это закрыло боль моего пользователя максимально хорошим образом. Вот то, что мы сейчас проговорили про то, какие три вещи проверяют на этапе тестового задания, это как раз об этом. То есть мы задумались, окей, что они хотят увидеть во мне, какая у них есть боль, как у пользователя, что для них есть идеальный продукт, и как мне это показать для того, чтобы они, так сказать, tick every box. Не то, что мне нам что-то захотелось, мой полет фантазии, а именно то, что они ждут. Слушай, офигенно, супер. Вот мы уже проговорили про framework circle для продукт-менеджеров, там, comprehend the situation, understand your target uses, their pain points, and provide solution, and prioritize this solution. На английском это звучит так, по-русски не знаю. Но я считаю, что, наверное, каждый кандидат толковый, кандидат, который хочет стратегически мыслить по поводу поиска своего работы и найти действительно достойную работу, должен тоже изучить этот framework circle. Ребята, я обязательно добавлю ссылочку на него. Первое, как правильно Даша сказала, поймите вообще comprehensive situation, поймите вообще, что происходит, почему компания ищет человека, да, что вообще у компании за background. Они развиваются, они, может быть, недавно у них было увольнение, поэтому они ищут, они получили инвестиции, я не знаю, что-то еще произошло, да, кто-то у них ушел, да, почему они ищут человека на конкретную роль. Второе, поймите, с кем вы общаетесь сейчас, да, поймите своего пользователя. И как правильно Даша сказал, на каждом этапе пользователи разные. Сначала у вас рекрутер, у рекрутера одни цели и одни задачи, и одни боли. У нанимающего менеджера другие задачи, другие боли, другие вопросы и другие проблемы. Поймите своего юзера, с кем вы конкретно будете на данном этапе общаться. И поймите действительно их проблемы, что они хотят решить. Как вы можете, дальше переходя к решению, уже как кандидат, когда вы приходите к ним на собеседование, попробуйте решить эту боль. И тогда у вас действительно получится такой очень складный вот этот вот кружочек запуска классного, любого классного стартапа, да, любой классный стартап, он начинается с понимания вообще, что происходит, кто мои пользователи, какие у них проблемы, да, какая там цель, и, соответственно, уже потом, да, переход такой в решение, там, тесты и так далее, метрики, адаптации. И дальше мы идем по кругу. Поэтому, наверное, вот Circle, да, мне кажется, надо не только продакт-менеджером изучать, а, в принципе, вообще всем-всем изучать. Мы обязательно вернемся к моменту подготовки. Я тебе попозже задам этот вопрос. Давай, наверное, по этапам быстренько пройдемся. Какие еще бывают были этапы? То есть я понимаю, что их семь, не хочется прям тратить время на все семь. Давай, может быть, ты сказал, что какой-то стресс. Страст. Я выделю, наверное, три здесь вот важных этапа, о которых хочется проговорить. Первый – это собеседование с дизайнером. Собеседование с дизайнером у меня шло сразу же после тестового задания. И перед собеседованием продуктовым, то есть как будто бы навыки работы с дизайном ценятся. Важнее, да? Даже чем продуктовые навыки, да. Ну, не знаю, моя гипотеза. Действительно, революция – это дизайн-центричные продукты компании, поэтому все команды стараются ставить качественный X во главе угла. В связи с этим, собственно, будущих продуктов собеседует дизайнер. Как это выглядит? Очень интересно. Я тоже такого раньше не видела нигде в отборах. Мы созваниваемся с сеньор-дизайнером. Есть Smalltalk. Smalltalk, ну, я думаю, не нужно рассказывать в том, что супер-крушел партнер. Очень важно участвовать. А сейчас продакты заплакали, заплакали такие. А, ненавижу разговаривать о погоде. Что это за фигня? Давайте ближе к делу. Ко мне часто такие приходят, такие, вы знаете, вот, всё, сразу решать проблему. Да, нужно это уметь. К сожалению, к счастью. Я думаю, что к счастью. Дальше мы открыли фигму, мою фигму, и он меня попросил показать в моей фигме какой-нибудь мой прошлый продукт. Слава богу. Ты знала, что у тебя вот в фигме спрашивать заранее? Ну, да, потому что рекрутер готовит и спрашивает. Слава богу, я ещё тогда работала в Азоне, то есть у меня были дизайны, которые я могла показать. Вот здесь важно, что когда человек увольняется, я вообще советую максимально себе скопировать те вещи, которые уже впроди, ну, то есть которые, понятное дело, там, не под NDA, которые уже видит рынок, но рабочие файлы, как условно там своё портфолио продукта, важно иметь, чтобы их ещё кому-то показать во время отбора. Вот. Поэтому я обычно, когда увольняюсь, себе копирую, допустим, там, фигму, дизайны тех продуктов, которые уже впроди, для того, чтобы сохранить себе свою работу, которую я делала, и чтобы о ней можно было говорить. Вот. Здесь, собственно, мы открыли фигму, он попросил рассказать, что мы вообще делали, пояснить за дизайн, так сказать, и не просто рассказать про UX и решения в дизайне и в интерфейсе, но и о том, как я ставлю задачи дизайн-командам, как я решаю конфликты с дизайн-командами, как я управляю процессом создания интерфейса в продукте, как я приоритизирую работу дизайнеров, как я даю фидбэк. Короче говоря, вот прям спрашивал у меня всё-всё-всё о том, как я взаимодействую с дизайнерами. Почему? Потому что вообще вот такой продуктовый процесс в революте, он вертится вокруг дизайна и работы с дизайнерами. Очень много. Типичная неделя, она прям состоит из кучи митингов, повторяющихся с дизайнерами. Вот. Поэтому очень важно показать, что ты вообще шаришь в UX, в UI. Это уже очень круто, очень круто. Ну, да, давай дальше. Какой ещё интересный этап? Мне всё интересно про этот стресс. Да, вот следующий этап – это как раз стрессовое кейс-интервью в реальном времени. Звучит устрашающе, да. Да, это действительно, наверное, не самое приятное. Здесь был час с Head of Product, в течение которого мы решали продуктовый кейс. Но не только решили продуктовый кейс, мы также ещё рисовали вайрфреймы, и ещё и мы комментировали готовые прототипы. Это всё должно уложиться в час. Это очень много всего. Это, на самом деле, как мне кажется, слишком много, и это невозможно успеть всё нормально за час. Это, собственно, и создаёт вот эту стрессовую атмосферу, в которой у тебя супермало времени, оно running out, тебе нужно вот постоянно бежать, бежать, бежать. Вот. Опять же, задумываемся. Окей, что хотят проверить? Почему это вообще происходит? Зачем они надо мной издеваются? Зачем они делают стресс-интервью? Зачем они мазохисты? Важно всегда отталкиваться от того, что проверяют. Тут, конечно же, проверяют умение структурировать, умение идти от проблемы. И вот этим вот стрессом проверяют то, как ты реагируешь на стресс. Потому что революция достаточно стрессовая компания, как и все, мне кажется, крупные продукты, которые быстро растут. Там количество принятых решений на единицу времени, мне кажется, довольно высокое. И эти решения принимаются не всегда в спокойствии. То есть часто бывает так, что нужно все срочно, срочно, срочно. Вот. И важно увидеть, что человек не теряется. Вот это, как мне кажется, на таких интервью ключевое. Потому что можно сколько угодно правильно решить кейс, но если ты пока его решаешь, теряешься, не знаю, там, постоянно ходишь по кругу, или ты просто не уверен, или ты звучишь как-то вот, не знаю, там у тебя дрожит голос, дрожат руки, и ты просто на какой-то панической атаке, но ты все-таки смог, ты дорешал, там, ты был прав. Ну и что, что ты был прав, если ты, ну, видно, что тебя колбасит. Вот. При этом всем, в моем случае, я, например, неправильно решила кейс, как мне кажется. То есть я в конце вообще запуталась, там что-то у меня пошло не так с цифрами. Но что выиграло мне прохождение вот этого этапа, это, на мой взгляд, собранность и отсутствие паники. То есть когда тебе вот на тебя выгружают неструктурную информацию и плюс еще и малая информация, то есть обычно кейсы звучат следующим образом. Ты продукт, продукт X, как ты его улучшишь? Все, больше никаких нет вводных. Твоя задача вытаскивать эти вводные из нанимающего менеджера с ним общаться, структурировать. Ты находишься в позиции, где у тебя мало данных. Это типичная позиция в работе продукта. И, опять же, здесь очень важно не потеряться. То есть нельзя выглядеть как бы шокированным каким-то там вот в стрессе. Важно выглядеть calm, collected и вот показывать, что у тебя все пучком, все под контролем. Хотя, может быть, внутри ты такой, о, Господи, что происходит? Как мне это пережить? Но внешне ты максимально спокоен и идешь по структуре. У меня есть еще, короче, лайфхаки. Я не знаю, сколько мы хотим потратиться на это времени. Ну, давай, да? На самом деле, я не очень понимаю, почему это называется стресс, потому что это такое достаточно типичное интервью в Мету, Гугл и так далее, которому люди готовятся месяцами. То есть просто так прийти на такое интервью нельзя. Оно не называется стрессом в Мете. Это просто классическое продуктовое интервью, когда у тебя есть 30 минут, и ты решаешь этот кейс, опять же-таки, улучши продукт, да, примерно так. Вот. Я не хочу, на самом деле, очень сильно на этом фокусироваться, потому что у меня есть отдельное интервью про то, как проходить в Мету. Мы прям два часа разбираем подготовку к подобному типу вопросов, и что вам поможет, ну, естественно, подготовка, прочитать книжку Cracking the PM интервью, изучить структуру, как по нему ответить, отвечать на эти вопросы, и идти практиковаться. Вот вы идёте практиковаться, у вас там 50 МОК интервью пройдёте, у вас уже нету никакого стресса, потому что вы знаете, что от вас хотят. Вот расскажи, пожалуйста, револю чем-то отличается, или это вот классическое мета-интервью получается? Я не знаю, есть ли в Мете вайрфреймы, то есть ты не только предложил какое-то улучшение и прошёлся по кейсу, ты ещё и открыл фигму, ты нарисовал вайрфреймы того, что ты предложил, мало того, что ты их нарисовал, ты ещё и посмотрел, что тебе рекрутер показал, а он показывает, типа, окей, хорошо, интересно, а вот я подумал, что я мог бы это сделать так, показывает, и тебе нужно дать фидбэк, покритиковать, объяснить, что плохо, что хорошо. И мне ещё и сверху дали вопросы по IT-архитектуре, по систем-дизайну, которых в программе заявлено не было. И я отношусь к этому как к стресс-интервью, потому что для многих людей находиться в таком положении в целом стрессово, например, для меня, очевидно. Вот, ну и плюс тебе как бы накидывают сверху не только ты решил кейс, а ещё и нарисуй, а ещё и прокомментируй дизайн, а ещё и вот тебе архитектура. Вот, поэтому вот так. Про мне эту интервью там не обязательно рисовать, у тебя всего лишь 30 минут, там как бы чуть-чуть поменьше времени, и ты за 30 минут должен решить задачу. Если ты хочешь, ты можешь открыть вайфрейм, они предоставляют такой тул, либо ты можешь пошарить свой экран. Я люблю использовать Google Doc. Как минимум, я люблю вот эту вот структуру, вот мне удобно, чтобы вот пошёл туда-сюда, вот чтобы это ещё было видно интервьюера. Но кто-то использует именно, например, мира, или какие-то диаграммы, или ещё каким-то образом. То есть это вот любой инструмент, который поможет структурировать мысли и донести свои мысли до интервьюера. Потому что когда ты просто говоришь, у тебя часто вот помкается, да? Демонстрируешь, демонстрируешь экран при этом? Да-да-да, ты можешь демонстрировать, можешь нет. То есть здесь как бы не обязательно при интервью именно в мету демонстрировать, но это огромный-огромный плюс. То есть я в любом случае всем рекомендую для мета интервью демонстрировать, потому что твоему интервьюеру проще воспринимать информацию. Я когда тоже интервьюирую людей, я очень много моков проходила, и я вот с такими же, как и я, продакт-менеджерами интервьюировалась, тренировалась. И когда они просто говорят, ты просто сидишь и спишь, потому что непонятно. Они еще иногда часто бывают, речь не связана, часто бывают мысли хаотичные. А когда люди демонстрируют свой экран, и хотя бы вот последовательно в Google Doc'е они пишут основные пойнты, или в Excel, или в Мира, или где угодно, уже становится более понятно. Поэтому это просто как дополнительный, приятный такой бонус. Слушай, ну супер. Получается, тебе нужно не просто решить вот эти 30 минут, как в мета-интервью, создать продукт или улучшить продукт, плюс тебе нужно идти дальше и еще нарисовать очень быстро вайфреймы, показать твое решение на вайфреймы. Правильно ли я понимаю? Да, да, все верно. И прокомментировать те вайфреймы, которые он тебе даст. Которые у тебя, да, тоже, да? Как другие. И плюс у тебя еще систем-дизайн у тебя получается. Но вот у меня он не был заявлен, то есть никто не говорил, что он будет, он просто внезапно появился. Да, интересно. Ну вот давай тогда к подготовке. Мне кажется, вот эта часть интервью, которой 100% нужно готовиться. Вот расскажи, пожалуйста, свои, не знаю, лайфхаки к подготовке к такому типу интервью. Тренировалась ли ты, читала ли ты что-то и так далее. Слушай, я не готовилась несколько месяцев. Я готовилась, мне кажется, несколько дней. И моя подготовка сводилась к тому, что я смотрела канал Экспоненты. Есть такой способ. Трайэкспонент, да. Ты знаешь про него. И у них разобраны прям суперподробно все вот эти типы интервью на YouTube-канале. Я просто садилась, выписывала себе структуру, и вот и все. И я полностью разделяю твой пойнт про то, что важно демонстрировать экран. Я так и делала. То есть мне кажется, это тоже то, что мне дало много очков. Потому что, опять же, когда я общаюсь в Минте, никто об этом не говорит. Ты открываешь Google Doc, сразу же там прописываешь структуру, сначала эту структуру задаёшь. Важно помнить про пирамиду Минта, про структурную коммуникацию, то, что сначала ты говоришь про результат, вот будет так, а дальше сейчас я проиллюстрирую, и типа, will break down what I have just said. То есть ты сначала говоришь, что вот это I'm saying this, и потом ты это типа I'm breaking this down. Вот такая структурная коммуникация, всегда придерживаться её. Для меня было очень полезно шерить Google Doc, в котором показывать, как мы идём, чтобы выглядеть типа calm and collected. Вот. Ну и, конечно же, потренироваться просто на этих вопросах, которые в большом множестве разобраны на YouTube. То есть структура, шарить Google Doc и, естественно, тренироваться, да? Да. Вот эти три типса, которые ты можешь дать при подготовке к такому виду интервью. Ты сказала, что ты несколько дней готовилась. Ты именно слушала что-то или ты именно практиковалась? Расскажи, пожалуйста. И то, и другое. И то, и другое. Я обычно открывала видео, например, вот экспоненты, и когда вначале был вопрос, я его ставила на паузу. Сначала сама его пробовала решить, потом уже смотрела, как они его решили, чтобы сравнить и понять, где он может жить. Да, потому что часто бывает, что когда ты, допустим, просто слушаешь, ты думаешь, о, я всё знаю, а когда ты попадаешь в реальную ситуацию, когда тебе нужно действительно ртом это всё рассказать, часто бывает то, что ты начинаешь тресовать, и поэтому очень рекомендуют проходить вот этот mock-интервью, peer-интервью. Я обязательно добавлю ссылку тоже на три экспонента, и этим сервисом я пользуюсь и пользовалась регулярно, и для практики своих интервью. В принципе, там очень большая, хорошая база знаний. За подписку вы заплатите около, там, 130 или 50 долларов. Вот у нас в США такая цена, но вы получите на год доступ просто к очень полезным материалам, и это не только для продукт-менеджеров, там можно тренировать, и разработчиков я туда постоянно отправляю, чтобы тренировать, например, behavioral questions, потому что их задают вообще всем. Там есть технические вопросы, там есть дизайн-систем, там есть, ну, в принципе, наверное, вся такая основная база, которая вам нужна при устройстве в международной компании. Супер, супер. Ну, получается, мы сейчас с тобой разобрали четыре этапа скрининг-тест продуктовый, точнее, собеседование с дизайнерами и вот этот вот продуктовый стресс-тест. Что-то еще ты хочешь по этапам рассказать? Очень важно. Там еще есть BarRaiser. Я думаю, что вы часто на канале говорите про BarRaiser, потому что это такой типичный этап в американских компаниях, особенно Amazon. Ты знаешь, вообще, честно, вот только про Amazon я это слышала, на самом деле, поэтому расскажи, что это такое. Я думала, кстати, везде есть, в США. BarRaiser — это этап с непредвзятым сотрудником, типа сотрудником, который дает свое третье мнение, unbiased, не связанный с вами, то есть это человек из какого-нибудь департамента, с которым вы вообще не будете пересекаться, и оно призвано дать фидбэк на кандидата, как на человека просто, ну, типа, насколько с ним приятно, насколько он адекватный, вне зависимости от его профессиональных, по сути, навыков. То есть это не в приложении к конкретной команде или продукту, так как человек — это вообще там отдельная сфера. Вот он просто смотрит на вас как на адекватного человека. Вот, собственно, тут было важно, меня, когда готовил рекрутер, он постоянно подчеркивал очень важную логичность этого шага перехода в революцию, то, о чем мы говорили в самом начале. Вот здесь это прямо раскрывается, то есть собеседующий открывает мое резюме, и по каждому шагу в моем резюме карьерному проходится и спрашивает, а почему ты вот здесь сменил работу, а почему ты работала в Азоне именно, а почему не в конкуренте, а насколько для тебя это было там, не знаю, важно для карьерного развития, а чему ты научилась, а почему ты ушла через два года, а не через два с половиной, а почему вот ты сейчас здесь. То есть он прямо пытается докапываться до всех моих карьерных мувов и увидеть в этом логику, осмысленность, то, что я не просто... Я думаю, это еще связано с тем, что нет трудовых книжек, и люди часто придумывают, рассказывают истории. Кстати говоря, недавно наш тимлид проводил собеседование с разработчиком, он выходит и говорит, ну что, как прошло? Он говорит, чувак сказал, что он там сеньор в мете уже несколько лет, но он вообще не смог ответить на базовые вопросы, и мы прошлись там по верхам, и он абсолютно зафейлился. Я думаю, что он врет. И для меня это всегда шок. То есть я думаю, господи, да как это возможно? То есть в России у тебя странная книжка, ну ты не можешь просто придумать, что ты там в Сберии директор всего. А здесь реально такое ощущение, что люди просто придумывают удивительно. Придумывают, на самом деле приукрашивают, и часто это единственная возможность в принципе найти работу, особенно если ты джуниор, потому что никто не хочет нанимать джуниоров. Но, к сожалению, рынок такой, что джуниоры сейчас никому не нужны. Поэтому джуниоры становятся медлами по своему резюме. И поэтому приходится придумывать, к сожалению, ну просто видишь, это такая, знаешь, проблема курицы и яйца. С одной стороны, тебе нужно найти работу, а с другой стороны, тебе не берут с твоим реальным опытом. Если ты будешь говорить правду, тебя просто никто никуда не возьмёт. Ты будешь всю жизнь искать работу. Вот. Поэтому в данном случае стоит придумывать с умом, естественно, не придумывать то, что ты реально не можешь объяснить. Это первое. И второе, конечно, я всем всегда говорю, ребята, выучите своё резюме. Если вы там что-то написали, вы должны ответить по каждому пункту вашей резюме. Бывает такое, что люди даже не придумывают, а просто забывают. И у меня лично такие были случаи, когда я указывала свою работу там 10 лет назад где-нибудь в Mail.ru, когда я работала, а меня задают какой-то очень детальный вопрос из серии, как я добилась такого результата. А я в упор вообще не помню, просто потому, что это было 100 лет назад, и меня об этом давно уже не спрашивали. Я сидя жду, туплю, 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 и получается, что я выгляжу, как человек, который наврал. Поэтому обязательно делайте ревью своего резюме. Насколько вы помните каждый пункт, вы обязаны ответить по каждому пункту в своём резюме, либо вообще выкидывайте это, ну, чтобы не выглядеть с таким врунишкой. Слушай, интересно про баррейзер, и интересный вообще подход, что он реально тебя драл по всем твоим вообще пунктам в резюме, и спрашивал, а почему вы работали в Азоне, а не конкурент? Это, кстати, вопрос. Я бы, наверное, осела бы, удивилась бы, если бы меня спросили, почему я работала, я не знаю, где-нибудь в Apple, а не в Google. Слушай, тут очень важно, на самом деле, вот на этом этапе, и я не сказала до этого, но на предыдущих этапах тоже, подчёркивать свою принадлежность к ценностям революта. Я думаю, что в американских компаниях такая же история. Есть страница с ценностями, ты её выучиваешь наизусть, ты пишешь под каждую ценность, когда готовишься, какую-то историю, вот как ты в своей работе, в своём прошлом опыте эту ценность демонстрировал. И, в частности, на Баррейзере, когда вот тебя гоняют там туда-сюда по твоему опыту, это хороший, забыла слово, хороший тайм, хорошее время, хорошее обучение, о господи. В общем, это хорошая возможность, хорошая возможность ещё и про ценности рассказать. То есть рассказать, я работала в озоне, потому что и тут, значит, про ценность революта, и вот как она была в озоне, и как это всё переплеталось, и это получается и логично, и стройно, и ещё и ты получаешь очки за то, что ты вот знаешь ценности и ими руководствуешься. Кстати говоря, в революте, в работе ценности используются постоянно. В озоне, например, или в русских компаниях в целом, я такого не видела. Здесь на каждом углу ценности, в Slack у нас есть стикеры с этими ценностями, в каждом сообщении у тебя эти ценности. В общем, это прям удивительно. Это прям 100% точно могу сказать про американские компании. Если вы собеседуетесь в МЕТУ, первое, что вы должны сказать, это миссию. МЕТУ's mission is to give people a power to build community and bring the world closer together. Понимаешь, я выучила все эти ценности всех вот этих крупных компаний, типа Google to organize the world information, миссии всех компаний. Я просто потому, что я готовилась к собеседованиям, и всё. Это ты обязана это знать, когда идёшь в крупные компании. И вот буквально на днях смотрела отчёт Кира Кузьменко, New HR, по тому, где хотят работать люди, русскоязычные IT-специалисты, и почему. И там набор компаний пишет, и причина, почему хотят или не хотят работать, первая причина – это зарплата. Вторая причина – это удалённый офис. И я тут понимаю, что, блин, ребят, я понимаю, что зарплата – это классно, я не знаю. Но, конечно, возможно, вы про ценности будете говорить на собеседовании. Вот мне просто стало интересно сравнить вот эти ответы с, к примеру, американцами. О чём будут говорить американцы? Почему они хотят работать в Гугле? Вряд ли они скажут. Да, зарплата 100% будет, да? Но она не будет на первом месте. Там, скорее всего, первое, что я хочу делать какие-то очень классные технологические продукты у Гула есть на это ресурсы и мощности. Там что-то ещё будет, да? И, наверное, третьим пунктом будет, конечно, зарплата, да? Потому что Гугла неплохая зарплата. Но у русскоязычных специалистов зарплата и удалённый офис стоят в первое и второе место. Всё. Вот, ребята, опять же-таки, если вы думаете про международные компании, немножко будьте, ну, менее, наверное, какими-то прагматичными, да? Ну, если честно, мне кажется, что ценности вот эти, они в каждой компании одинаковые, просто сказаны разными словами. И так как они в целом массив этих ценностей, плюс-минус один и тот же, то нельзя сказать, что это что-то важное, потому что оно так или иначе под одним соусом или под другим соусом будет в каждой компании сказано другими словами, но как бы суть останется та же самая. Я думаю, что вот это тоже важно держать в компании. Ну, плюс-минус да, естественно, какие-то, наверное, человеческие, общечеловеческие ценности, они остаются, но здесь я бы, наверное, всё-таки разделила компании на, к примеру, большие, маленькие, крупные там стартапы и корпорации. У них будут разные ценности, потому что ценности стартапа это двигаться быстро, быть таким дерзким, каким-то вот таким, знаете, вот залететь с копьём и сразу всё сделать. Ценность более крупной компании, особенно если это какой-то консервативный банк, она будет другая, у них, скорее всего, ценность будет там предоставлять какие-то идеальные услуги, да, вот они более медленные, поэтому в любом случае надо знать. И я как сотрудник, как кандидат, я должна понимать, что для меня важнее, вот работа в стартапе и вот такой быстрее, скорее гнать и допускать ошибки, экспериментировать и работать в таком вот этом вот какой-то неструктурированном мире или же быть более бюрократическим, таком медленным, медленно принимать решения, миллиард раз согласовывать, но предоставлять какой-то сервис какого-то определенного качества. Да, мне кажется, это очень важно понять, ну, по крайней мере, во время поиска работы. Либо есть там Google, где ценность в том, что у них есть, вот действительно, у них все технологии есть, у них такое огромное количество людей, что ты действительно можешь прийти туда и запустить, наверное, все, что тебе угодно, да, потому что у тебя есть мощность, у тебя есть ресурсы, у тебя есть доступ к деньгам, к людям, к технологиям и так далее. Есть стартап, где ничего этого нету, у них другие ценности, у них, наоборот, линд-подход, у них нет денег, у них нет технологий, у них нет времени, у них нет мощностей, людей и так далее, все вот сам на коленке, иди собери, как-нибудь по тесте запусти. Поэтому и да, и нет, да, и согласна, и не согласна. Слушай, ну расскажи тогда про завершая твой путь в револют, вот что помогло тебе достичь успеха? Расскажи мне. Ну мне вот абсолютно точно кажется, что этот самый пресловутый продуктовый подход и то, что я действительно на каждом этапе задумывалась, что хотят услышать, какими словами это сказать, как это подать так, чтобы я выглядела как пазлик, вот в детстве была вот эта игрушка, в которой есть разная форма, и ты должен засунуть в эту форму, чтобы эта штучка как бы вниз упала в бокс, например. И вот я все время вот это себе представляю. Это себе представляет. Это бокс, у него есть разные вырезанные формы, и я принимаю ту форму, которая нужна, чтобы пролезть в этот бокс. Вот мне кажется, что вот это суперважно, это то, что позволило мне пройти отбор, даже если где-то технически каких-то условно там скиллов у меня не хватало, например, я не очень хорошо разбираюсь в SQL, и в целом как бы вот в аналитике у нас всегда был отдельный целая команда аналитиков, которая чисто этим занималась, и поэтому мне руками ничего особенно не приходилось делать. Здесь в революте это очень важно, здесь ожидается, что продакт сам это будет делать руками. Технически нельзя сказать, что я прям сильно подкована в этом. Вместе с тем умение себя подать, умение рассказать, а как ты этому выучишься, почему у тебя это будет все равно легко, просто, как ты этот learning curve пройдешь, это тоже важно. Поэтому я думаю, что продуктовый подход. Супер, супер. Ну, а расскажи вообще, что было самым сложным для тебя в процессе собеседований? И как ты преодолевала эти трудности? Я думаю, что самым сложным для меня, наверное, все-таки было вот это интервью с Кейсом, просто потому что оно было таким самым demanding с точки зрения фокуса, внимания, нужно было считать, я плохо считаю. Короче говоря, вот такие вещи, нужно, по-разному, сильно мобилизироваться и пройти это. Это всегда, мне кажется, самый такой сложный этап. Все остальное для меня было, если честно, довольно понятно и легко, потому что я тоже часто прохожу собеседования, но я их прохожу ради спортивного интереса. Мне интересно узнать, о чём там в других компаниях, о чём спрашивают, а для себя какие-то прикольные фишечки поднабрать, потому что когда я нанимаю людей, я тоже их использую. И так как я часто прохожу собеседования, мне как будто бы ничего особенного. Но общение с дизайнером, вот этот кейс продуктовый, бар-рейзер, где нужно прям выштудировать ценности, по ним идти, знать свой резюме, логически про него рассказывать и всё прочее. Вот эти три вещи для меня, наверное, были самыми челленджовыми, сложными и крупными. Но опять же, мне кажется, что процесс, если честно, адекватный. Несмотря на то, что он 7 этапов, несмотря на то, что он у меня длился больше полугода, но справедливости ради, я сама его тянула как могла, потому что я не хотела уходить из-за зоны, у меня было вообще всё супер, я поэтому сильно растягивала. Но, как мне кажется, процесс очень даже адекватный, приятный, рекуртёр постоянно на связи, хочет, чтобы ты секси делал, поэтому... Да. Очень круто, что ты отметила, что ты проходишь собесы ради спортивного интереса. Я тоже всем своим... Минти, да, тоже всем советую. Ребят, если вы нашли работу, это не значит, что вы должны останавливаться, продолжайте собеседоваться, потому что интервью – это тоже скилл, который тоже теряется. Вот. И, ну, первое, что нужно постоянно быть такой, как бы заниматься практикой – это первое. Второе – это действительно очень интересный такой путь, как бы познать конкурентов, познать себя, познакомиться с классными людьми, да, нетворкинг в том числе. И здесь, чем больше вы проходите собеседование, тем больше вы уверены в себе становитесь. Да. Потому что это вот... Особенно если вы положительно их проходите, вы получаете оффер, у вас сразу просто моментально такое эго, наверное, да, вырастает. Поэтому обязательно не останавливайтесь, проходите, вот как Даша, интервью ради спортивного интереса, хотя бы, я не знаю, сколько ты интервью в месяц проходишь, так. Сильно зависит от загруженности на работе, если честно, но иногда бывает, что, ну, прям штук 10, ну, то есть... 10 в месяц. У-у-у, это прям, ну, прилично, слушай. Прям много. Ну, потому что разные есть, конечно же, не везде это мета-интервью, где там вообще полная шесть, и ты готовишься сто лет. Где-то это просто какие-нибудь там стартапчики, небольшие компании, где, ну, нет ничего прям суперсложного. Но, если честно, важно сказать, что я перфекционист, и к каждому этапу собеседования я как будто бы стараюсь сделать, типа, beyond то, что нужно. Вот, например, в случае с общением, там, когда у меня был баррейзер, когда у меня было просто собеседование с head of product, я, например, всегда имею презентацию, где я рассказываю про свой прошлый опыт, там, тоже со скринами, с продуктовым циклом, и это всё выглядит офигенно. То есть, это, на самом деле, вау-эффект, когда мне спрашивают, а расскажите про свой прошлый опыт, или там, расскажите про то, чем вы гордитесь. И я говорю, а давайте я вам покажу. И все всегда, ого, вау, да, давайте, конечно. Я начинаю показывать, и это всегда something like, go an extra mile. Что-то, что ты делаешь on top, и что-то, что всегда тебя выделяет среди остальных конкурентов, ты запоминаешься, с тобой хочется снова говорить. Это как в Тиндере, например. Вот. Всегда должны быть какие-то хуки, какие-то вот крючки, за которые твой собеседник цепляется, и ему хочется дальше идти, ему хочется опять что-то спросить. Ему хочется, ой, блин, как классно, а тут ты что, а там ты что? Вот. И вот это тоже навык, который нужно развивать. Мне кажется, что не все люди как будто бы даже задумываются об этом. Слушай, офигенно. Офигенно, что ты упомянула презентацию, и что у тебя она есть, и что ты тоже по презентации рассказываешь про свой опыт. У меня было интервью с Ксенией Романовой. Она бизнес-аналитик в Лондоне, насколько я помню. И она тоже рассказывала про важность презентации. Она тоже рассказывала, как круто она сделала презентацию и прошла интервью, и получила оффер. Я тоже обязательно приложу ссылочку на интервью с ней. Очень крутой лайфхак. Поэтому, ребята, пользуйтесь, сделайте себе презентацию. Если вы не умеете сами презентацию делать, закажите дизайнеру. Но чтобы у вас всегда была презентация про ваш опыт, где вы можете показать все свои кейсы. Потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Да. Супер. Ну, давай тогда перейдем к твоей менторской деятельности. Ты менторишь продуктов. Расскажи, пожалуйста, с какими проблемами, вопросами они к тебе приходят. Слушай, я, наверное, сосредоточусь на одном, чтобы мы прям много времени на это не потратили, потому что мы можем об этом говорить. Вечность. А в целом люди приходят с запросом, что мне сделать, чтобы меня начали звать на собеседование. Это первая категория вопросов. Вторая категория вопросов, что мне сделать, чтобы я повысил конверсию из этапа в этап, и типа как бы, ну вот, научился проходить собеседование и получил оффер. Первый гораздо больше, чем... Давай порекомендуем что-то, да? Что ты им отвечаешь? Что мне сделать, чтобы звали на собеседование? В первом случае многие люди действительно приходят и говорят, господи, я откликаюсь просто пачками, я уже не могу, у меня уже пальцы болят, я только и делаю, что откликаюсь. Ноль собеседований. И мы открываем резюме, и там, ну, какой-то шок происходит. Там типичная ситуация. Это резюме на 56 страниц. В нём рассказ биографический о себе, трёхстопным ямбом. Моё любимое просто. Техосознание, картинки, какие-то, ну... Ну, ты смотришь и думаешь, что я вижу, во-первых. Во-вторых, это абсолютно непродуктовый подход. То есть резюме не решает задачу пользователя, резюме не закрывает никакую боль. Резюме просто вот существует само по себе в формате объекта, а не субъекта. Потому что вот оно я, а вы сами, типа, решайте, что со мной делать. Вот. И, наверное, ключевое, вот что нам помогает, наверное, такое вот, если брать пара это 80 на 20, то 80% результата мы получаем от одного очень маленького действия. Мы изменяем резюме так, чтобы оно отвечало задачам и болям пользователя. А именно, во-первых, это одна страница, во-вторых, это обязательное присутствие саммари, потому что мы думаем, окей, мы становимся на in the shoes, в общем, на место нанимающего человека. И мы думаем, что у него происходит? Ну, вот у него вот эта вот стопка резюме. У него конец рабочего дня. Вон там Ленка ждёт на кофе-поинте. Он вообще всё это в гробу видал. Он вот так вот эти резюме просматривает вправо-влево, свайпает 30 секунд на резюме в лучшем случае. Что, какая боль, какая задача у этого человека. Он хочет без геморроя, не потратив большого количества времени, не потратив своего мысли топлива, не вот так вот не вчитываясь, не пытаясь понять, что я только что прочитал, максимально быстро отобрать того кандидата, который make sense для позиции. Соответственно, какая фича нашего продукта, то есть резюме, сможет закрыть вот эту боль и потребность? Во многом это summary, которое люди редко пишут, либо если пишут, там написано какой-то вообще полёт фантазии и бабочки. Целеустремлённый, какой-то стрессоустущий, коммуникабельный. А это summary, оно на самом деле в начале. Почему? Потому что пользователь быстро сканирует резюме, супер, там, не знаю, какие-то 15 секунд по диагонали. Ему важно выцепить, кто ты, что ты, то, что ты максимальный фит, какие у тебя прошлые достижения. После прочтения summary, в целом, можно дальше не читать. То есть, это должна быть такая фича, которая экономит максимум времени, которая синтезирует всю информацию, которая написана далее, чтобы пользователь максимально быстро свою закрыл боль. То есть, ему не надо думать, за него уже подумали, уже написали результат этого мышления, типа, инсайта, внутри summary, ответили уже на вопрос, что я подхожу лучше всего на эту позицию, потому что ABC. Вот. И всё, что остаётся пользователю, это сказать, класс, лайк, свайпнуть вправо. Дальше захотеть ещё и задать вопросы, которые уже будут вот это вот разворачивать на собеседовании. Ну, как бы, это вот первое, что мы делаем, много ещё всего разного, но я, наверное, сконцентрируюсь на то, что продуктовый подход, отталкиваемся от того, что ждёт пользователь, и прекращаем свой полёт фантазии, где нам, мы думаем, господи, какое резюме классное вообще. Но на самом деле, никому не надо, и никто не хочет его читать. Слушай, супер, супер, прям, да, не в бровь, а в глаз, я думаю, идеально описала вообще ситуацию, ко мне приходят абсолютно с точно такими же проблемами, да, и правильно, что ты разграничила на две, на такой, как поворонки, да, на два шага. Первое, мне они зовут на собеседование, это, скорее всего, проблемы с резюме, я отправляю, мне не отвечают. Второе, мне отвечают, но я заваливаюсь в собеседовании, тогда вы уже работаете непосредственно с интервью skills, и как ты там, питчешь себя, как ты отвечаешь на вопросы, да, вот с этой вот, ну, top of the funnel, это всегда резюме, я тоже всегда ребятам говорю, ребята, резюме – это база, вот, это вот из серии того, что нет смысла дальше продолжать там что-то делать, если ваше резюме полный отстой, особенно на текущем рынке, особенно на американском рынке, резюме – это первое, что вы должны предоставить, поэтому у меня есть, на самом деле, бесплатное видео, тоже приложу ссылку, американское резюме, бесплатно, ребята, бесплатно, 15 минут, самые типовые ошибки, пожалуйста, перед тем, как в целом записываться вообще на любые консультации, посмотрите это видео и посмотрите, есть ли у вас вот эти вот ошибки, сами постарайтесь их исправить, да, это первое. Второе, я подготовила отдельно, думаю, ладно, фикс, не хотите смотреть видео, почитайте гайд, сделала гайд с тэплейтами, да, и уже потом, если уже и это вам не подошло, да, уже вы можете заплатить свои кровные, прийти на собеседование, мы разберем ваше резюме, все равно люди приходят с одними и теми же ошибками. Вот говори, не говори, пиши, не пиши, да, все равно то же самое приходит резюме на пять листов, скаченные с хэдхантером, думаешь, боже мой, ну, ребят, пожалуйста. Кстати, интересно то, что в хэдхантере вот эта секция о себе, ну, так называемая саммари, оно в самом конце, там никто не пишет ничего адекватного, ну, потому что до него никто никогда не дочитывает, и оно там просто вот живет своей жизнью. Поэтому, кстати, мне кажется, у людей часто нет вот этого паттерна, то, что вверху должно быть саммари, а когда он появляется, это как раз, опять же, пирамида Минта, консалтинговый слайд, когда ботом-лайн вверху, результат, итог, вот он итог, а дальше. То же самое, на самом деле, мы делаем и внутри опыта, то есть внутри работы, у нас есть саммари каждого опыта, типа, кто я вообще был тут, часто бывает такое, там, например, компания, типа там, мета, гигантская компания, у человека просто написано мета или там, амазон, продакт-менеджер. Вот что делать с этой информацией? Да, да. Такой продукт, что ты там делаешь? Тысячи, тысячи продактов. Да, 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 да. Согласна. Поэтому саммари важно даже внутри опыта. Сто процентов, да. Ну, давай поговорим про следующий год, раз у нас немножко такое сегодня новогоднее настроение, и мы все знаем, что, да, 23-й год, он такой нелегкий был для многих кандидатов, у нас случилось огромное количество увольнений, люди, вот, наверное, вообще в этом году в целом мне показалось, что люди, русскоязычные, да, я говорю, кандидаты, пересмотрели вообще свой взгляд на поиск работы, потому что, если раньше за нами бегали рекрутеры, сейчас люди начали искать работу на международных проектах, никто ни за кем не бегает, люди столкнулись с этой болезненной реальностью, что отправляю резюме, мне никто не отвечает, а вот как же так, в России за мной все бегали, а тут никто не бегает, да, ну, во-первых, вы не в России, это раз, во-вторых, рынок тоже изменился, 23-й год, достаточно такой сложный с точки зрения поиска работы был, вот как ты видишь, 24-й год, давай немножко поспекулируем, для русскоязычных продуктов, ну, и может быть, в целом для русскоязычных кандидатов, что изменится, и к чему надо готовиться в следующем году, станет ли лучше? Мне кажется, что тут тоже важно сегментировать кандидатов русскоязычных, которые остались в России, которые хотят за рубеж, мы про за рубеж, да, давай про за рубеж, да, 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 я у меня канал вообще про США, но, ну, по крайней мере, международные рынки, явно, что там в России, не очень интересно. Вот если бы, if I were to take a bet, я бы поставила на две вещи, то есть первая вещь, это софт-скиллы, общение, коммуникация, ораторское мастерство, small talk, и вот это вот всё, а второе, это, понятное дело, нейросети и искусственный интеллект, которые пока что, несмотря на то, что мы про них слышим на каждом углу, но в реальном скиллсете твёрдых навыков у продуктов пока что встречаются очень редко. Я сама собираюсь первым делом в новом году проходить курсы по нейросетям, продуктовые курсы, которые меня погрузят больше в эту тематику, потому что что за рубежом, что в России, в каждый продукт можно воткнуть как-то эту нейросеть, придумать разные новые прикольные фичи, и мне кажется, что это тот навык, который может помочь остаться на плаву, помочь оставаться вот этим востребованным человеком, за которым бегают, потому что всё больше и больше компаний, я вижу, сейчас внедряют нейросети, не все понимают, как с этим работать, и если вы тот самый продукт, у которого всё с этим хорошо, и это ваш core skill, то за вами могут и бегать, вот поэтому я бы вот это выделила. Ну и первое, опять же, сделайте ваш год годом нетворкинга, коммуникации, самопрезентаций, вот будьте человеком, который подключается к звонку, и все хотят, чтобы он подключился к звонку, вот все ждут, он думает, господи, когда он подключится, он подключается, и он вот шутит лучше всех, и у него классный бэкграунд, и на него там приятно посмотреть, и он, ну, просто кайфовый человек, с которым хочется работать, вот это на работе супер важно, особенно в наше время, когда все на удалёнке, ну, многие, вот мы, например, ремоут работаем, вот, и вот этот, когда ты человек, которого ждут, вот у меня есть несколько коллег, я жду, когда они подключатся, я когда есть с ними встреча, я думаю, ура, наконец-то у меня с ним встреча, будет классно, вот, и вот будьте этим человеком. Слушай, это очень прикольно, очень прикольно, но, а в целом рынок-то изменится, как ты думаешь, станет проще искать работу или так же будет сложно? Я не знаю, мне кажется, вопрос, ну, ответ мой довольно бесполезный будет на этот вопрос, потому что я, ну, не берусь абсолютно делать никакие тут прогнозы, я не знаю, что если будет еще опять войн в других странах, что если новый локдаун, что если такие вещи, о которых мы даже не можем подозревать и будет только хуже и хуже и хуже, вот, поэтому, не знаю, не буду спекулировать, могу только сказать, что вот опять же, делайте ставку на софт-скиллы, потому что так вы будете всегда вне конкуренции. Конкурировать хард-скиллами, это как вот идеальная конкуренция в экономике, когда у всех есть одинаковые возможности и кейпобилитесы, типа все конкурируют ценой, например, это когда вы конкурируете хард-скиллами. А когда у вас классные софт-скиллы, то вы вне конкуренции, вы уникальный сами по себе, с вами хочется общаться, находиться рядом, и вы уже ни с кем не конкурируете, вы всегда on top of everyone. И второе, если мы говорим там про технологии, про развитие, я думаю, что надо сделать ставку на искусственный интеллект. Супер. Ну и инвестируйте в себя, да, правильно я понимаю, что развивайте свои софт-скиллы, ходите на презентации, ходите на TED-talk, куда там Toss Masters и делайте презентации, и инвестируйте в какие-то курсы по нейросетям, если вы еще этого не сделали, если да, то идите дальше. И в карьерных консультантов инвестируйте. О, да, это часто боль. Недавно у меня был эфир с Андреем Микитяком, мы говорили о том, сколько стоит поиск работы в США, ну, потому что, скорее всего, вам придется заплатить, как минимум, за LinkedIn Premium, как минимум, за какой-нибудь TriExponent или за другие сервисы, Jobscan, чтобы свое резюме адаптировать. Вот. И пришел товарищ и начал говорить о том, что мы инфо-цыгане, и вот сейчас пытаемся нажиться на бедных людях. Реально? Это он так считает, это его мнение? Слушай, ко мне часто приходят хейтеры, которые примерно такое... В смысле, он был на подкасте, он был на интервью? Не-не, это у нас был онлайн-эфир, прямой эфир, и он пришел просто в комментарии, и ко мне часто приходят люди, которые говорят, вот, вы хотите на мне нажиться. Я говорю, я даже не себе, да, я с LinkedIn, то, что вы купите LinkedIn Premium, я ничего с этого не заработаю. Если вы купите Jobscan, я тоже с этого ничего не заработаю, да, но тем не менее, в поиск работы надо вкладываться, и люди до сих пор не верят, не понимают и считают, что поиск работы, это наоборот, все мы им должны платить. Возможно, где-то когда-то такое было. За мной тоже когда-то бегали рекрутеры, особенно на заре IT-карьеры, когда IT-шный рынок был не такой перегретый 10 лет назад, там, продукт менеджеров было по пальцам пересчитать, и действительно за мной все бегали просто потому, что я работала в одной из самых крупных проекта России, Mail.ru Group, да, и мне просто, я просто приходил, говорю, а я работаю в Mail.ru Group, и за мной все сразу бегали, да, но, к сожалению, времена изменились, я уехала из России, переехала в США, Mail.ru Group никто не знает, нет, конкуренция здесь выросла в десятки раз, а в последние года с Layoff'ами и так далее, это еще хуже, поэтому, ну, вот приходится теперь инвестировать, и я лично инвестирую и в карьерных консультантов, и у меня есть ментор, которым я плачу деньги, и инвестирую в тулзы разные, ну, вот даже я, даже я, вот этот инфо-цыган тоже инвестирую, потому что считаю, что нужно не жалеть на себя денежку точно, на себя не нужно, вот, ну, супер, а что ты еще можешь посоветовать тем, кто сейчас ищет работу в международных компаниях, может быть, я что-то от тебя не спросила, а ты хочешь этим поделиться? Слушай, я думаю, что я бы посоветовала такой adopted mindset, господи, прости, не знаю, как это сказать по-русски, в общем, under deliver и over perform, вот, это то, что очень мне помогает в работе, и в поиске работы, и в рекординговом процессе, когда under deliver, я сказала, under promise, under promise и over perform, или over deliver, то есть быть человеком, который всегда делает что-то экстра, вот, говорила уже про это в своем опыте, кажется, что сейчас, так как все больше и больше людей, благодаря там интернету, всему прочему, там, твоим советам, например, теперь знают, что сделать презентацию на собеседовании, это возможно и классно, и просто, то многие пойдут это и сделают, соответственно, конкурировать этим будет сложнее, но придумывать вот такие фишечки, которые всегда будут on top, cherry on top, или там next mile, это важно, поэтому я бы, наверное, вот, закрыла бы наш разговор вот таким советом, все время over deliver, over perform, так, чтобы оставаться, делать впечатление, типа, make a lasting. Чуть-чуть лучше, чем, да, основная масса конкурентов. Супер, супер, Даш, спасибо тебе огромное, было очень интересное интервью, полезное, я надеюсь, что в 24-м году будет больше и счастливых и успешных продуктов на международной арене, поэтому ставьте обязательно лайк этому видео и подписывайтесь на канал Даши в Телеграм, где Даша рассказывает про продакт-менеджмент и карьеру в революте, а также релокацию и жизнь в Дубае. Сегодня я лично посмотрела и аж всплакнула по поводу елочек, которые Даша выложила в фотографии, думаю, боже мой, как я скучаю по елочкам в своем Техасе, снежным елочкам, только может мне это снится. Также подписывайтесь на мой Телеграм-канал, если вы любите голосовые сообщения, так же, как и я. Извините, ребята, я просто фанат голосовых сообщений, поэтому я очень часто пишу именно, как пишу, именно говорю о голосовухе в свой Телеграм-канал, да, поэтому если вы не любите голосовые, тогда не подписывайтесь. Если вы ищете работу в США, заходите на annanaumova.com за консультациями по резюме профилю LinkedIn и стратегии поиска работы в США и корпорациях типа МАНК. Если вы хотите составить свое резюме самостоятельно, тогда всю информацию я изложила в своем подробнейшем гайде на русском языке, называется «Идеально американское резюме». Если вам нравится видео, опять же-таки, ставьте обязательно лайк, делитесь видео с друзьями или в своих соцсетях, чтобы это видео стало еще более популярным и помогло еще большему количеству человек. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал продкаст, если вы еще на него не подписаны. На этом все. Спасибо огромное. Даша еще раз. И всех стоп-годом. С наступающим. И увидимся в 2024 году. Пока-пока. Пока-пока.